На территории Соликамского городского округа последние случаи тулеремии были зарегистрированы в 2012 году. Это было 4 случая. Эта болезнь вновь на слуху из-за результатов ежегодного зооэнтомологического мониторинга в разных территориях Прикамья. После исследований в 2023-м проб воды, почвы, отловленных насекомых и лесных грузунов, тревожный сигнал поступил из Черненского и Чистинского районов. Был возбудитель тулеремии обнаружен в Рыжей Полевке, это на территории Черненского городского округа. На сегодня очаг тулеремии у нас активен, возбудитель тулеремии у нас циркулирует и поэтому необходимо проводить работу по вакцинации населения на наших территориях. Потому что, как показали анализы сыворотки крови, отобранные у ста разных соликамцев у нашего населения, повышенная восприимчивость к этому заболеванию. Что оно делает с организмом, человеком узнали в больнице. Тулеремия характеризуется тяжелой длительной лихорадкой, значит, до летального исхода поражением лимфатической системы, поражением кишечника, легких, кожи. И среди прочих переносчиков тулеремии это мелкие грузуны, это птицы, это насекомые, оводы, значит, из насекомых оводы, мухи, комары и клещи, конечно же. Кроме известных мер предосторожности, на природе врачи не рекомендуют прикасаться к трупам птиц и зверей, не гладить ежиков в лесу и не кормить с руки голубей в городе. А по постановлению главного государственного санитарного врача, в Соликамске обязательно вакцинироваться должны те, кто трудится в лесах и полях, благоустраивает городские пространства. Вакцина это, как и противоэнцефалитная, многодозовая. Всего у нас подлежит 170 человек, включая 60 детей. Вакцина получена и сейчас тоже осуществляется работа по взаимодействию с проведением прививок. Также Роспотребнадзор по Пермскому краю дает задачу муниципалитетам провести, кроме окорицидной обработки, еще и диэротизацию. В Соликамске договоры на эти процедуры уже заключаются. Их проведут до конца мая. В рамках диэротизации это будет обработано кладбище и контейнерной площадки в количестве 60 штук. Далее мы будем смотреть, но, как правило, мы потом заключали договор на повторную обработку. Это летний и осенний период. А если вы планируете летом отправиться на сплавы и в походы, хотите дополнительно себя обезопасить, то вакцину от Тулеремии можно поставить в прививочных кабинетах без предварительной записи в поликлиниках Центра и Боровска. График работы сейчас на ваших экранах. Антон Старостин, Михаил Морошкин, телекомпания Соль-ТВ. Антон Старостин, Михаил Морошкин, телекомпания Соль-ТВ.